Орел и овечка Орел хотел летать высоко-высоко и однажды залетел так высоко, что попал на звезду. На звезде стоял маленький домик. В нем жила Мэри с своей овечкой. Дэвид постучал в дверь. «Я перелетел к вам в гости», — сказал он. Мэри накрыл на стол, и они втроем сели ужинать. «Хочешь кусочек поджаренного хлеба, милый орел?» — предложила Мэри. «Нет, спасибо», — ответил Дэвид. «Я бы лучше съел овечку». «Ой, но ведь ты еще не мыл когти», — сказала Мэри. И она отправила его на кухню мыть когти. А пока Дэвид омылся, она успела шепнуть два слова на ушко своей овечки. Дэвид вернулся и сел опять за стол. «Хочешь еще кусочек поджаренного хлеба, милая овечка?» — спросила Мэри. «Нет, спасибо», — ответила овечка. «Пожалуй, я бы лучше съела орла». Орел очень удивился. Ему даже стало как-то не по себе. И когда Мэри еще раз спросила, что ему хочется, он ответил. «Один тост, пожалуйста». Так в Англии называют поджаренный хлеб. Тост. Мэри дала ему один тост. После ужина Дэвид попрощался с Мэри и ее овечкой и полетел домой. В этот вечер перед сном он нет-нет, да поглядывал с опаской на звезду, съявшим над его головой. Субтитры подогнал «Симон»